ДТП в Троицке Не уступил дорогу и совершил столкновение Бесправник чуть не отправил ребенка на тот свет Рисковал жизнью Дедушку с бабушкой вытащил Южноуралец вытащил соседей из горящего дома Инспектора охотнадзора убили во время задержания Все произошло в районе Картолов Мужчина с помощниками отправился в рейд Заметил браконьеров Коллег попросил посидеть в засаде А сам пошел их задерживать Два злоумышленника увидев инспектора Сели на снегоходы и скрылись А вот третий расстрелял мужчину в упор По словам близких друзей Погибший Александр Минин больше 35 лет Проработал в сфере охраны природы И в следующем году должен был выйти на пенсию У мужчины остались жена и двое взрослых детей Всегда отставил свою точку зрения При любых обстоятельствах Ну и конечно был защитником природы Старался не давать браконьерам Творить произвол Не взирая ни на должности Ни на регалии То есть для него все были одинаковые нарушители Что были начальники Что были не начальники Теперь этим делом занимаются в Следственном комитете Обвинение предъявлено 47-летнему жителю города Карталов Михаилу Поддубнову По версии следствия 10 февраля текущего года В лесном массиве Около села Тумак Карталинского района Было обнаружено тело специалиста госохотнадзора С огнестрельным ранением По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации По Челябинской области Было возбуждено уголовное дело По признакам статьи Предусмотренной частью первой статьи 105-й Убийство А вот и тот самый подозреваемый Михаил Поддубный В ярко-желтых кроссовках и очках Ему избирают меру пресечения Суд принимает решение о наказании По тому или иному преступлению То есть смотрит на совокупность Особенно доказательств В том числе на смягчающие и отечающие Виновые обстоятельства В итоге мужчину отправили в СИЗО Там он проведет как минимум два месяца Если вина Поддубного будет доказана То он может провести за решеткой до 20 лет Добавлю, губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил Что погибший Александр Минин Будет посмертно представлен Государственной награде Ордену Мужества Семье охотинспектора будет оказана материальная помощь Организацию похорон, которые пройдут завтра Взяло на себя Министерство экологии Челябинской области Недружелюбное приветствие Бездомный ограбил египтянина в Челябинске Преступник решил проявить гостеприимство И пошел обнимать иностранца В этот момент незаметно вытащил у него Из куртки деньги и банковские карты Благо мужчину удалось задержать Погорячим следам Вот тот самый иностранец Русского языка не знает За него рассказывает переводчик После ограбления пострадавший Обратился за помощью к прохожим Полицейские подоспели на место происшествия В тот момент, когда граждане вместе с потерпевшим Настигли подозреваемого При этом похищенное имущество Подозреваемый выбросил из карманов Своей одежды на землю Задержанного доставили в отдел полиции Калининский Им оказался ранее судимый Уроженец города Ростова-на-Дону 1980 года рождения Без определенного места жительства По данному факту В отделе полиции Калининский Управление МВД России по городу Челябинску Возбуждено уголовное дело По признакам преступления Предусмотренного частью 2 Статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража Челябинку Марину Логинову Пострадавшую на куроке в Таиланде Перевезли в институт мозга Екатеринбурга По словам родственников пострадавшей Ее будут лечить за счет средств ФОМС Напомню Челябинка Марина Логинова Получила тяжелую травму головы На острове Ко Чанг в Таиланде Она каталась с супругом на велосипедах Но на крутом спуске У двухколесного транспорта Отказали тормоза Девушку доставили в местную больницу А после спецбордом привезли в Челябинск Сейчас Марина находится В институте мозга под Екатеринбургом Через две недели Ей составят индивидуальную программу Дальнейшей реабилитации С прогнозом А также подберут необходимые медикаменты По прогнозам врачей Шансы на восстановление у Марины выше Чем у людей, которые перенесли инсульт Переходим к новостям дорожным Жизнь двухлетней девочки Оказалась под угрозой в Троицке Малышка попала в ДТП И получила травмы А в Нагоибакском районе В Кюет вылетело такси По некоторым данным водитель был пьян Обо всем по порядку Елизавета Болдырева расскажет Троицк за рулем этого Рено Был водитель, лишенный прав Мужчина выезжал со второстепенной дороги На главную И не уступил дорогу Форду Без пострадавших не обошлось В результате ДТП Несовершеннолетний пассажир автомобиля Форд Фокус Девочка 2016 года Рождение, которое находилось за водителем На заднем пассажирской сидении Слева в детском удерживающем устройстве Автолюльке Получила травмы Назначено амбулаторное лечение На Гайбакский район Здесь в ДТП попал водитель автомобиля такси По словам очевидцев Иномарка сначала выехала на встречку А после вылетела в Кювет По некоторым данным водитель был пьян Эти кадры сделаны на Краснопольском проспекте В Кювете на собственной крыше лежит автомобиль Судя по фото Водителя из машины вывели автоинспекторы Как пишут пользователи соцсети Мужчина был пьян и не справился с управлением А это Свердловский тракт Здесь дорогу не поделили Две легковушки Пассажирская маршрутка И междугородний рейсовый автобус Информация о пострадавших пока не поступала Улица 50-летия в ЛКСМ На проезжей части лежит молодая девушка Студентка оказалась под колесами иномарки Когда переходила дорогу по пешеходному переходу Где нет светофора Словом очевидцев, девушка получила травму ноги И ее увезли на скорой Миас Вот хозяин регистратора Едет по своей полосе В этот момент Навстречу мчит легковушка Обгоняет попутные автомобили Ее водитель только в последний момент Успевает вернуться на свою полосу И таким образом избежать столкновения Златоуст Здесь столкнулись три легковушки Ехавшие друг за другом Водители, видимо, не выдержали дистанцию Пострадавших нет А вот автомобили явно придется ремонтировать Елизавета Болдрева ОТВ В Челябинске вновь эвакуация Людей вывели из торгового центра О заложенной бомбе в полицию Сообщила некая женщина Однако позже выяснилось Что звонок оказался ложным Полицейские уже задержали звонившую женщину Решается вопрос о возбуждении уголовного дела По статье Заведомо ложное сообщение об акте терроризма Не остался равнодушным Житель Златоуста спас соседей Из полыхающего дома Он залез в комнаты и вытащил двух мужчин через окно Тем временем в Челябинске горела многоэтажка Константин Гришенков с подробностями В Златоусте вспыхнул частный дом Пламенем охвачены надборные постройки Дым виден издалека Огнеборцы пытаются справиться с огнем В момент ЧП внутри дома находилась пожилая семейная пара Хозяева дома Этот молодой человек сосед погорельцев Именно он спас пенсионеров из огня Супругов выводили через окно Дедушку с бабушкой вытащили Вовремя успел По 80 лет старикам Как они себя чувствуют? 80 лет Вот он молодец Деда еле вытащили Бабушка сама вылезла почти По словам дочери погорельцев Еще утром ничего не предвещало беды Я в 9 утра звонила У них было все нормально Потом она сказала Света нет Свет отключили Говорит, у вас есть на работе свет? Я говорю, есть Ну, вчера у них банный день был Я была вечером у них У них было все хорошо Известно, что возгорание пошло как раз от бани На ЦППС поступило сообщение От жителей дома номер 27 По улице Попова Что у них происходит горение бани Значит, к месту вызова Были выставлены два отделения Восьмой и 45-й пожарно-спасательной части Значит, в ходе исследования Первое РТП Увидел, что с места вызова Идет густой черный дым По прибытию Значит, горели надборные постройки Баня Происходило распространение огня на кровлях Дом спасти не удалось Сгорел дотла Причины возгорания пока устанавливаются Пострадавших нет В Челябинске на улице Курчатова Вспыхнула вентиляционная труба Информация о пострадавших пока не поступала Причины возгорания устанавливаются Не исключено, что огонь пошел Из расположенного на первом этаже общепита И снова южноуральская столица Копейское шоссе Здесь вспыхнуло промышленное здание Видно открытое горение Пламя вырывается из окон Дым заполнил весь двор С огнем борются пожарные Предположительно горит деревообрабатывающий цех По предварительным данным пострадавших нет Во время пожара внутри здания было 4 человека Они успели вовремя покинуть помещение Причины возгорания пока устанавливаются Константин Гришенков Елизавета Болдырева Анна Нова Анатолий Миленин ОТВ На этом у меня все Эфир продолжает новый выпуск программы Есть вопрос Обсудим актуальные темы в студии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова